Привет! Сегодня будут сырники, но не в классическом стандартном варианте, а с применением копченой паприки торговой марки Викшип. Видите, даже туда копченая паприка доползла до такого уже, ну казалось бы, классического блюда, как сырники. Поверьте, это блюдо не оставит никого равнодушным и обязательно стоит его попробовать приготовить. А я пошла готовить. Для наших сырников нам будет необходимо творог. Я буду использовать вот такой формат творога, потому что все, что не подбирала, все было отвратительно. 9% жирности 220 грамм. Брест литовский. Берем этот творог 220 грамм. Я буду на чуть-чуть делать для того, чтобы показать, как работает моя копченая паприка. Так, и теперь берем этот творог. Дальше. В этот творог добавляем одно яйцо. С0. Добавляем. Далее. Сюда же мы добавляем копченую паприку. К копченой паприке я возьму пол чайной ложки. В этот творог пол чайной ложки. Покладем. Далее. Сюда же мы добавим сахар. С сахара я возьму одну столовую ложку. Вот так, да? Одна столовая ложка. Есть. Сюда же мы добавляем соль. Я возьму пол чайной ложки соли. И соду потом добавим, да? Уже когда будет с мукой. И теперь все, нашу смесь, нужно перемешать до того, как мы будем добавлять сюда муки. Все это перемешаем. Все перемешали. И теперь, как понять, сколько мне нужно муки? Я просто скажу, как меня научили. Значит, муки должно быть в полтора раза больше, чем содержимого. То есть, каким образом можно замерить? Взять стакан, да? И замерять уже стакан. Я буду кружкой. Мне так будет легче. Значит, кружка. В кружку мы добавляем нашу смесь. И я знаю, что здесь у меня будет ровно одна кружка. Соответственно, мне нужно муки в полтора раза больше. То есть, одна кружка и еще где-то половина. Плюс-минус. Это меня так научили, как определить, сколько же для сырников желательно муки. Если вы знаете, как другой способ определения, я с удовольствием прочитаю в ваших комментариях. Правда. Потому что для меня это интересно. Теперь, мука. Я сначала пренебрегала этим советом, но теперь точно понимаю, что это надо. Мука должна быть просеянная. Вот. Все. Теперь берем эту муку и делаем стакан. В кружку мою переносим. Так. Переносим в кружку. В кружку. Так. Раз. И сюда высыпаем. И ровно половину этой кружки добавляем. Муки может еще быть необходима. Короче, наша задача, чтобы тесто не липло к рукам. Добавили. Все. Теперь все это необходимо перемешать. Но прежде чем перемешать, нам необходимо сделать такую луночку в муке. И добавить соды. Пол чайной ложки. Для того, чтобы сода начала работать с мукой и содержимым. Пол чайной ложки. Все. Есть. Собственно, теперь наша задача, все это усреднить до однородной массы. Поехали усреднять. Вот у нас получилось тесто, которое не липнет к ручкам. Супер. У меня это получилось. Не хватило той муки, которую я рассчитала. Значит, принцип такой, да. Делаем ровно столько муки. Добавляем сколько у нас самого теста, умноженное в полтора. Вот. Затем это тесто мы должны оставить буквально на 5 минут. А в это время мы ставим сковородку и льем туда растительное масло и масло сливочное. Продолжаем. Итак. Какие основные еще я правила выучила для приготовления сырников? Огонь должен быть средний. То есть надо определить, где у меня максимум, где у меня минимум и выбрать середину. По электрическим печам, я думаю, тот же самый принцип. Сковороду нагреваем. И добавляем растительное масло, чтобы покрыло наше дно. Далее. Сюда же мы добавляем сливочное масло. Буквально чуть-чуть. Я думаю, достаточно будет вот такой вот кусочек. Да? И сюда же добавляем. И как только наше сливочное масло полностью расплавится, мы начнем добавлять наши сформировавшиеся сырники. Сырники. А, перед этим я еще воду налила, потому что мы ручки смочим водичкой. И еще. Я буду делать сырники очень маленькие. Для того, чтобы у меня серединочка очень хорошо пропиталась. То есть вот такие вот небольшие. Мои сырнички небольшие. Мы будем делать. Таким образом, они у меня не будут внутри сырыми. Поехали. Раз. Так. Два. Так. Три. четыре ручки смочили волнуйся поэтому и молчу потому что для меня сырники скажу честно с пятой попытки только получились зато наелась и вдоволь но довольно что получились видите они немножко такие с красинкой да потому что за счет копченой паприки так и сюда добавляем посерединочке еще у меня еще кусочек остался мы продолжим теперь берем крышку от сковороды и накрываем и вот в таком состоянии где-то ориентировочно 5 минут для того чтобы сырники прожарились до золотистой корочки с одной стороны и потом когда мы перевернем их мы уже крышечкой закрывать не будем и уже влага выйдет и они у нас будут лучше выглядеть так мне еще получается остается два сырничка доделать нас видите они как уже поднялись до за счет соды теперь наша задача теперь все это перевернуть это тоже то еще задача для меня так так раз увеличились капец надо было оставить их без сети и ровно столько же нам теперь нужно времени для того чтобы они прожарились но уже без накрытия крышки еще так можно немножечко придавить чтобы максимально влага с них вышла фух теперь хоть прожариваться с этой стороны и так это мы лучше все достанем потом отдельно их прожарим так есть следующий есть видите уже видно что здесь они прожарены по бокам есть есть а этот прям аж зажаристый какой-то получился мы его там открытым и положим есть и вот этот тоже есть все теперь эти два маленьких доделываем которые у меня остались крышечкой накрываем и делаем соус нашим сырником делаем соус значит берем плавленый сырок я возьму буквально одну столовую ложку есть есть это будет такая у нас бутербродная масса до сюда же мы добавим сливочное масло сливочное масло на столовую ложку я думаю где-то вот такой кусочек максимум грамм 10 на столовую ложку и конечно же правильно копченую паприку возьму на эту копченую паприку буквально вот сколько я хочу вот так насколько это будет тут у меня и на столовую ложку упало ну короче вот так на вкус и теперь все берем перемешиваем и будет у нас такая себе однородная бутербродная масса самое интересное что вот этот бутербродная масса очень долго сохраняет свой аромат я ее даже оставляю в холодильнике на какое-то время но реально так вкусно потом получается и вроде бы как сливочным маслом ешь и вроде как просто сплавленным сырком и этот аромат копчения конечно бомбовский мне очень нравится так сейчас я его сделала мало поэтому видите сейчас будут вращаться потому что такое я обычно в блендере перемешиваю но мне хочется по-быстрому здесь и сейчас вот собственно моя бутербродная масса готова есть теперь все да можно уже кофе эти ставить но не будем ставить кофе берем сырник самое главное теперь же смотрим как выглядят наши сырники внутри потому что бутербродная масса это хорошо но самое волнующее это кажется у меня выглядят сырники внутри вперед сюда берем вот этот самый крупный вилочку и теперь смотрим как же он у меня внутри насколько он у меня готов фух супер у меня получилось да честно даже снилось во сне что у меня опять не получилось видите посмотрите как пропиталось угу вот вот оно да да теперь мы берем где моя бутербродная масса берем нашу бутербродную массу и на наш сырничек вот так наносим но согласитесь такого завтрака у вас еще не было а с нашей компанией будет все ну вот осталось а только с кофе сделать и все посмотрите видите а я замазала слушайте середину в общем вот посмотрите как выглядит вот так и так выглядит с бутербродной массой бомба ну все у меня сегодня хороший будет день супер просто супер вы видели представьте себе реально я столько старалась над ними и вот наконец то они получились я же говорю даже снилось во сне что они не получаются у меня опять будет испорченный кадр супер посмотрите видите как классно а самое главное видно что это творог все таки большое значение имеет творог на твороге не экономьте сказала Таня которая использовала уже столько творога я их уже наелась если честно ну что хороших и качественных вам по жизни блюд отличного настроения после них и пускай у вас всегда все получается в вашу пользу спасибо вам большое за вашу поддержку пока